Всем привет! В этом видео я хочу рассказать об уже использованных мною продуктах, поделиться с вами своим отзывом и впечатлениями. Итак, я достаю, что у меня там лежит. Хочется скорее избавиться от этих баночек, поэтому я и не дождалась, чтобы накопилось слишком много. Ну и заодно и видео будет не слишком длинным. Итак, первый это гель для душа от SPA а-ля карты. Это гель для душа на основе термальной воды и экстракта зеленого чая. Казалось бы, все такое безобидное, все отлично. Единственное, что мне не понравилось, это аромат, он немножко поднадоел под конец. Вначале, когда ты слушаешь, тебе кажется очень таким освежающим, классным, но под конец уже надоедает этот аромат. Немножко все-таки навязчивый. А в остальном, во всех своих функциях он справляется отлично. Следующее, это такой лосьон от La Roche-Posay. Физиологически успокаивающий тоник. Это действительно успокаивающий тоник. То есть, у меня вообще чувствительная кожа, и она реагирует на все, что такое резкое. А при использовании этого тоника ты чувствуешь, что он действительно такой именно успокаивающий. Немножко мне не хватило более очищающего свойства. То есть, хочется, чтобы тоник еще и хорошенько очищал, как последняя стадия очищения. Но нет, нужно до тоника хорошенько очистить лицо, потому что он просто тонизирует и успокаивает кожу. Следующее тоже, что касается тела, это такой скраб, джем-скраб для тела. Я не знаю, что на меня нашло, когда я купила такой джем-скраб именно с лимоном. Вообще, мне нравится лимонный аромат во всем, особенно в сладостях. Но я не подумала, что это будет немножко черчур такой химозный лимон. И скраб, в принципе, как сам скраб, справлялся тоже неплохо. Я к скрабам отношусь совершенно непереведливо. Но этот аромат был чересчур химозным, чересчур резким. И мне хотелось уже, я в принципе, видите, использовала полностью, хотелось поскорее бы уже использовать. Так как я не люблю все-таки выкидывать, когда еще осталось продукт, я хотя бы люблю использовать, может быть, в других целях. В общем, я добила этот скраб, но никогда в жизни больше не куплю. Здесь так и написано, джем-скраб для тела, лимон с кокосом. Следующее, что касается также ухода, это гель для умывания, корейская косметика, органия. Я безумно довольна этим гелем. Это тот самый вариант, когда вы хотите, чтобы было и экономно, и хорошо, и качественно все вместе в комплексе. Кто использовал корейскую косметику, скорее всего, тоже знаком с этим. Я так понимаю, у них очень много таких именно гелей, когда ты наносишь буквально капельку в горошек, буквально чуть-чуть. И гель очень хорошо пенится, и очень хорошо очищает лицо, прям до скрипа. Я пользовалась этим вот тюбиком. 180 грамм целый год, представьте себе, при ежедневном умывании. Так что да, если вы хотите именно такой вариант, то покупайте. Я второй такой уже не купила, так как люблю все-таки перемены, и хотела что-то новое попробовать. Но, может быть, вернусь обязательно к такому гелю. Следующий протук. Миниатюрка от лосена от Локситан. Это такой эфирный тоник для лица и мартель. Что хочу сказать. Очень интересный тоник. Впервые вообще с таким сталкиваюсь. Во-первых, здесь дозатор, видите, такой вот, пшикалка. То есть нужно пшикать на ватный диск, потом протереть лицо. Тоник действительно хорошо очищал, тонизировал кожу. Здесь написано, что тоник бесспиртовой. Если бы здесь не написано было, что тоник без спирта, мне казалось бы, что там даже очень много спирта. Потому что, во-первых, аромат был таким немножко резким. Во-вторых, и по ощущениям тоже так казалось. Но здесь нет спирта, здесь на эфирных маслах все. И не раздражало мою кожу. В принципе, совсем довольна. Немножко рисковатая такая отдушка, но к нему привыкаешь и, в принципе, не надоедает. Продолжаем тему ухода за кожей лица. Закончился такой у меня увлажняющий крем от Академии. По-английски Moisturizing Protection Cream. То есть увлажняющий защитный крем. Такого прям эффекта очень хорошего, безупречного, я не скажу, что заметила. То есть бывает, что когда наносишь крем, и тебе прям очень нравится общий чек лица, все-все-все, там сияние кожи, такого ничего не было. Но и каких-то плохих моментов тоже не было. То есть вроде бы крем увлажнял, но ничего больше. Еще крем достаточно густоват. Мне все-таки не очень нравится, когда распределить немножко сложновато. То есть нужно было использовать очень много крема, чтобы полностью покрыть лицо и хорошенько распределить крем. То есть вот эти вот моменты мне не понравились. Но, в общем-то, продукт хороший, профессиональный. Отдушка вообще замечательная, до сих пор мне нравится. Следующий продукт – это такая вот миниатюрка, совершенно маленькая миниатюрка сыворотки от Clinique для области вокруг глаз. Что касается именно этой сыворотки для области вокруг глаз, я скажу, что ничего хорошего я не заметила. То есть совершенно. Что наносишь, что не наносишь. Область вокруг глаз у меня осталась такой же. Хотя у меня с областью вокруг глаз есть проблемы, есть и темные пятна, и все такое. То есть я не могу сказать, что я довольна. Но что я хочу сказать. У Clinique есть еще другая сыворотка для лица. Не для области вокруг глаз, а для лица. И у меня были буквально в Саше пробники. Там три пробника буквально в Саше. Я когда использовала эту сыворотку, я была просто восхищена и просто очень удивлена, как может сыворотка так за один-два раза изменить цвет лица. То есть там вот эта интеллектуальная сыворотка действительно сработала. Она поняла, она должна понять, как заявляет производитель, обнаруживает твои проблемы, если это неровный тон или еще что-то, и исправляет его. И действительно, вот те пробники мне очень помогли. Я поэтому и решила купить для своей мамы такую сыворотку. И мне в подарок дали вот вторую вот миниатюрку. Но вот это вот для кожи вокруг глаз, ну совершенно, мне не понравилось. Может быть все индивидуально. Может быть эта сыворотка наоборот кому-то подойдет, а та сыворотка не подойдет. То есть может быть все просто индивидуально, я не могу сказать точно. Продолжая тему области вокруг глаз, до той сыворотки я использовала вот такую вот сыворотку или крем с шариком охлаждающим. Тоже миниатюрка. Вокруг глаз. И я скажу, что здесь тоже такого прям потрясающего эффекта я не почувствовала. Но хотя бы тут шарик действительно охлаждал и было приятно на ней наносить. Поэтому не знаю, не могу посоветовать такой крем. Очень хочу попробовать новый, который вышел у клиник. Новая формула тоже вот с таким шариком. Обязательно попробую, обязательно приобрету и вам расскажу об этом. Следующий продукт по уходу за кожей тела это The Body Shop масло для тела. Здесь у меня замороженная клюква, по-моему как-то так, Frosted Cranberry. Очень-очень довольна этим маслом. Во-первых, конечно же аромат. Во-вторых, действительно, вот это то, что я могу сказать 100% увлажняющее средство. Когда ты дотрагиваешься до кожи, допустим, ног после нанесения, но не после нанесения, а в тот же день или в следующий день, ты ощущаешь, насколько кожа стала более мягкой. А у меня кожа тела на самом деле сухая. С этим у меня огромные проблемы, так что вот мне нужны именно такие средства. Минус единственный, это то, что немножко густоватый крем и распределить сложновато. Но если приложить силы как следует, то будет все отлично. Гель для бровей от Lumine. Это прозрачно-бесцветный гель для бровей. Я так и хотела. Хотела купить обязательно просто фиксирующий гель. И мне он очень понравился. Хорошо фиксировал мои брови. И вообще нет никаких претензий. То есть, если вы хотите приобрести какие-нибудь бюджетные гели, какой-нибудь бюджетный гель для бровей без цвета, то я вам очень советую присмотреться Lumine. Вот здесь такая щеточка. Немножко может быть большеватая, но из-за того, что здесь нет цвета, вы не рискуете попасть там вне зоны. Так что здесь нет никаких вообще проблем. Следующее, это у меня два консилера, которые закончились подряд. У меня консилеры очень быстро заканчиваются. Я иногда крашусь только консилером, особенно летом. Это у меня Maybelline и дальше был Max Factor. Я вам уже рассказывала об этих двух консилерах. И единственное, что скажу, что Max Factor под конец меня все-таки разочаровал. Я поняла, что он не очень хорошо все-таки маскирует, особенно если какие-то прыщи есть, если какие-то проблемы есть. Здесь текстура, конечно, такая нежная очень, очень нежная. То есть, если вам просто нужно подсветить эту область, то этот корректор вам подойдет. Но если вам хочется именно замаскировать какие-то темные круги под глазами или какие-то другие проблемы, то корректор не справляется. А вот Maybelline здесь более плотная текстура, то есть при нанесении не настолько приятная, как у Max Factor, но зато здесь маскировка идет лучше. Поэтому я и купила новый. Сейчас пользуюсь вот новым вот таким вот консилером от Maybelline. Следующее, что у меня закончилось, это суперлайнер от L'Oreal. Это подводка для глаза для L'Oreal. Вот такой вот кисточкой. Я думала, слушайте, она еще даже есть. Мне очень понравилось. Вы знаете, я думала, что быстро высохнет эта подводка, что не будет, что прослужит очень недолго, но нет. Я подводками пользуюсь не так часто, больше я люблю карандашом черным обводить глаза, но поэтому эта подводка у меня лежала очень долго, больше года, двух даже. И все равно, даже сейчас, когда есть немножко еще пигмента, вообще отлично наносится. Линия отлично наносится, без каких-то пробелов, без ничего такого. То есть, в принципе, очень-очень хороший продукт. Странно, что его, ну, об этом именно, об этом суперлайнере от L'Oreal мало вообще говорят. В основном говорят о каких-то виде фломастеров, лайнерах. Так что я очень довольна. И напоследок два лака для ногтей. Первый лак от Rimmel, он у меня уже просто высох или вообще мало осталось. Я осталась довольна этим лаком достаточно. Сейчас просто, да, он загустел. Кисточка очень удобная. Лак сам тоже очень качественный, в принципе, такой глянцевый. Для меня это, наверное, лак на четверочку, номер 295, такой вот малиновый оттенок. Так, очень хорошие лаки вообще от Rimmel, особенно этот оттенок. У меня есть еще другой, который такой более перламутровый, он мне не очень нравится, все-таки чуть-чуть густоват. А этот лучше. А второй лак, это у меня лак от L'Oreal, это сплошное разочарование. Но разочарование не по отношению ко всем лакам от L'Oreal, а конкретно к этому оттенку. Потому что я заметила, что они очень сильно отличаются. Я купила тогда три оттенка этого лака, и все три как-то проявили себя по-разному. То есть некоторые даже более стойкие, другие, текстура другая. И именно вот этот оттенок, который 831, такой вот прям синий-синий. Во-первых, на ногтях это не такой оттенок. Кстати говоря, у меня сейчас на ногтях именно этот лак я накрасила последний раз. На ногтях он получается вот не таким вот светлым, ярким, таким синим, да, весенне-летним. А именно вот таким приглушенным, синим, ну мрачным синим. Но это еще цветочки. На самом деле лак очень жидкий и очень прозрачный. То есть я нанесла три слоя, и то оказалось, наверное, мало. То есть нужно наносить очень много слоев, чтобы получилось полное хорошее покрытие. И, конечно же, после этого еще и сушится лак небыстро. И еще после этого, конечно же, нестойкий лак. То есть на следующий день уже, я сейчас уже вижу некоторые недочеты. Так вот, вообще ни на что не годится вот именно такой лак. Повторюсь, именно в таком оттенке. Потому что другие, они могут быть даже и гуще, и не надо наносить в три слоя. То есть все-таки от оттенка многое зависит. А синий такая же, вот такие же баночки, все так же. Почему я купила сразу три? Мне очень понравился, во-первых, размер. Мне очень нравятся маленькие лаки, потому что я люблю их менять. Мне лучше пусть будут маленькие, но разные, разных оттенков. И мне еще понравилась палитра. У них очень богатая палитра вот этих лаков. По крайней мере, у нас здесь в Ривгош очень много. В общем, не покупайте вот такой вот лак в таком оттенке. Ну что, я думала, что продуктов мало. Достаточно много продуктов накопилось. Хорошо, что я сняла это видео. Спасибо большое, если вы остались со мной до конца. Спасибо, если вы не остались со мной до конца. В любом случае, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет много чего интересного и о косметике, и о некосметике. Напишите в комментариях, чем вы из этого всего, может быть, пользовались. Может быть, у вас какой-то другой отзыв. Я буду очень рада. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok